Друзья, привет! Сегодня будем пробовать отливать крышку сцепления на мотоцикл Минск. Вы на канале Дентюнинг, я Денис Иванов, помогают мне сегодня участники команды Цвайтакт, Влад и Андрюха. Печка у нас готова, мы уже сделали пробную плавку, все отлично плавится и льется. Сегодня мы осваиваем технологию, которую ни разу не использовали, это литье в землю. Начал подготовку с разделительного порошка, он необходим, чтобы песок не прилипал к деталям. Для этого используют тальк или графит. Если вы знаете еще какие-то составы, напишите в комментариях. Тальк почему-то предлагают купить только на интернет площадках, а времени ждать нет. Поэтому нашел несколько графитовых щеток от электроинструмента. Долго искал в чем их можно измельчить. Ничего более удачного, чем какой-то корабельный поршень не нашел. Все разлетается в разные стороны, надо хорошую ступу с высокими краями. Андрюха доработал тигель, приварил к нему уши для ручки, три ножки, сделал носик для слива расплава, съемную ручку и крючок для опрокидывания. С утра шел дождь, а к обеду показалось солнце, и я вспомнил, что песок надо сушить. Постелил лист металла и рассыпал на нем песок. И продолжил измельчать графит, максимально как смог растер его каким-то спецключом и пересыпал в баночку. Для пробы должно хватить. Мы сделали несколько формовочных опок. Но одна оказалась очень большая для крышки, а вторая маленькая. Поэтому я решил по-быстрому сварганить опоку чуть поменьше и пониже. В дело пошли доски от какой-то транспортировочной обрешетки. Кривые, волнами, ну какие есть. Напилил, скрутил, сделал центрирующие замки. Дальше начал готовить песок для формовочной смеси. У меня есть углекислота, поэтому я решил попробовать песок с жидким стеклом. Песок высох, отмерил три раза по 10 килограмм. Это максимум, так как купил маленькое ведро 3 килограмма. Это как раз получается максимальная пропорция 100 грамм стекла на 1 килограмм песка. Вначале начал мешать в ведре и понял, что многовато. Поэтому продолжил в корыте побольше. Тщательно перемешав, несем смесь на рабочее место. Помимо крышки, решили еще попробовать заформовать корпус лепесткового клапана для Иш-Планета. Я буду формовать крышку, а ребята будут лепить куличики. Ой, стержни для клапана. Вначале крышку надо намазать графитом, чтобы не прилипал песок. Тот порошок, что я сделал, вообще никак не прилипает к крышке. Как я не пытался его туда нанести. Наверное, щетки какие-то не такие. Хотя вроде похожи на те, что рекомендовали без меди. Ладно, будем так пробовать. Ставлю опоку и набиваю туда смесь. Максимально плотно. Теперь тщательно обстукиваю крышку и вынимаю ее, чтобы проверить, что все пропечаталось и она хорошо извлекается. Все получилось отлично. Ставим ее на место и делаю вид, что мажу разделительным составом, хотя по факту не видно, что он прилипает. Между делом решил кинуть пару брелков. К ним, кстати, хорошо прилип графит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я решил, что сильно много уходит песка для второй половины опоки и забил ее только наполовину. И это была большая ошибка. Форма осыпалась. К сожалению, камера в этот момент отключилась и не сняла этот эпический момент неудачи. Но не все еще потеряно, поэтому переделываю вторую половину по новой, забиваю уже по полной. Аккуратно открываю, делаю отверстие основных литников, обстукиваю крышку и снимаю ее. В нескольких местах форма обсыпалась, но совсем чуть-чуть. И это не страшно, можно чуток подмазать, поправить, подровнять. Теперь беру и продуваю углекислотой. При продувке смесь твердеет и становится достаточно прочной. Если углекислоты нет, то форму придется долго сушить на солнышке, либо прокаливать в печи. После того, как элементы стали твердые, я удаляю воздухом остатки песка, которые попали в форму, тщательно продуваю ее со всех сторон и собираю ее назад. Она готова. Теперь давайте посмотрим, чем занимаются ребята. Они сделали несколько элементов внутренних стержней корпуса и пару прибылей, которые будут ставиться сверху и в них уже будет заливаться металл. На формовку корпуса лепесткового клапана у нас уже не хватило смеси. Продолжим в следующий раз. Мы решили не тянуть кота за яйца и как только закончили формовку крышки, сразу завели печь и начали разогревать тигель для плавки алюминия. Ящик поставили на лист ОСБ и понесли готовить его к заливке. Прибыли я притер на ровном бетоне, поставил на форму и присыпал песком, чтобы металл не вытек, а заодно и утеплил место соединения. Плавка шла полным ходом, но стрелка на баллоне начала стремительно падать к нулю. Этот баллон я пользую уже года два. Было несколько плавок, я вынимал, ставил гильзы в цилиндрах, забивал седла в ураловские головки. Так что не могу сказать, что расход газа прям вот ну очень большой. Нет, нормально. И все-таки металл расплавился и разогрелся. Но горелка гудела уже не так громко, как в прошлый раз, когда мы прокаливали печку. Теперь остался последний штрих – залить металл формой. Закрывай. Да? Да. Вообще, вообще, закрывай. Так, как она у нас должна быть? Вот так? Да. Не, 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 не так. Да, да, да. Тописька. Тут что-то напишет. Вон фига он красный. Да, камеру тут не забывать. Фига, артуть. Обалдеть. О, пошла, пошла, смотри, здорово. Получилось что-то. Она сырая. Сколько надо их дать? Холодная. Мы ее не просушили, не прокалили. Но терминалом будет однозначно. Не, ну это же эксперимент. Ну что, делайте ваши ставки, господа. Блин, страшно. Реально страшно. Так хочется, чтобы хоть что-то получилось, похожее на деталь. Ну, посмотрим сейчас. Так сказать, интрига вечера, блин. Моя ставка, что не получится. Почему-то вот мне так кажется, не знаю. Хочется верить, что получилось. Но мы сегодня прям реально торопились. Целый день ушел на то, чтобы подготовить формы. Сделать, залить сюда это жидкое стекло, размешать. В общем, там целая эпопея у нас была. Оказывается, что, в общем-то, самое сложное, это подготовить форму. Не само литье. Разогреть металл и залить это уже то же самое, что в поштукатуренный автомобиль облить сверху краской. Основная работа уходит именно на подготовку к покраске. Ну, ждем, сейчас остынет. Ну, я столько смотрел вот про литье. Мне Дэн присылал там всякие ролики про литейку. Ну, интересная же тема. Мне вот в первый раз в жизни сейчас вот у самих тут дымится этот ящик. Очень интересно. Прямо интрига. Причем, да, формовкой занимались все. Все этапы вы обязательно увидите, как все это происходило, как мы все это формовали. Были и неудачи, и, в общем, там... Но по финалу вот сейчас у нас контрольная заливка. Форму мы очень плохо просушили. То есть, мы ее углекислотой продули, но, естественно, она вся не могла просушиться. Поэтому вот видно, что парит, 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 парит. А что в оконцовке из этого получится, я не знаю. Но, скорее всего, уже металл встал. Можно даже попробовать, попробовать немножко тут по-чудачи. Разбить что-то. Да нет, нет, пусть еще постоит. Ну, чуть-чуть оставь, да. Давай еще минут 10. Потерпи. Уже металл стоит все. Я думал, что он уже остыл, да. Уже он быстро очень остылает. Давай поднимем или как-то. Слушай, зави, как она крепкая. Ну, потому что штырь какой-то, Арчик. Давай, сейчас у нас самая-самая интрига. Ну-ка давай, 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 берем вместе его. Да все вытащится. Ну-ка давай туда. Да, она сырая, смотри, вся сырая. Вся сырая. И она тут сырая, смотрите, вообще сырая. О, блин. Короче, просушить мы ее не просушили. Да мы так не просушим. Ну, мы сейчас зато посмотрим. Ну, там был внутренний слой просушен. То есть, именно то место, куда металл заливался. О, там уже видно крышку. О, Андрюха, покажи ее. Вообще не залился, смотри. Крышка. А что за фигня, слушай, она как будто схлопнулась. Не, у нас что-то там произошло не то. Короче, ребята, крышки не получилось. Беда какая-то, нету крышки, ребята, нету. Мы пока имеем только дырку. Посмотрим, что там это. Слушайте, мы повесим ее на стенку, как первую крышку. Ну, как я говорил. Первая крышка, она как первая женщина. Вот, смотри, смотри. Ух ты, смотри какая. Прям тут какие-то зачатки есть. Давай, очищай, Андрюха. Аккуратно, только слышь, ты крышку-то не бей. Это же, блин, история. Йоколомоне. Ну да, не пролилась. Но там что-то непонятно. Как-то как будто там не было ничего. Короче, надо сушить форму. Она, смотри, какая податливая, она мягкая. Видишь, она остыла резко. Ну да, да, все, она не прошла. Не прошла, мы ее не просушили просто. Все понятно. Мы не дали ей просохнуть, поторопились. Сейчас мы ее почистим и покажем вам. Конечно, ничего у нас не получилось. Но такое подозрение у нас, что форма внутри просто обвалилась. Потому что вот эта верхняя часть, куда надо было течь металлу, смотрите, какая она тонкая. То есть туда просто невозможно было попасть металлу. Все, вот она наша крышка. И здесь вот тоже очень тонкая, где должна была быть перегородка. Металл просто не смог туда затечь. А так, в целом, смотрите, здесь вот все под кикстартер место пролилось. Конечно, поверхность такая сильно грубоватая. Не знаю, может быть песок у нас. Мне вроде показалось, что и песок мелкий. Но, значит, получается, что не сильно он мелкий. И можно сделать еще помельче. Еще мы хотели сделать корпус лепесткового клапана. Но у нас не хватило песка. Ну, это нормально, потому что, ну, первый раз, первый раз. Мы теперь будем знать, как разводить, сколько чего надо покупать. Почти 30 килограмм песка было. Я размешивал килограмм песка, 100 грамм жидкого стекла. Возможно, меньше получилось, чем надо. Но, естественно, видно, что мы не просушили. Форма вся была сырая. Надо было ее сушить, прокаливать, либо оставить ее до следующей недели. Но поторопились. Очень хотелось попробовать. Вот прям очень хотелось попробовать. Так что, ну, пока вот как-то так. Все, ребята. На этом у нас включения с наших первых попыток окончены. Все молодцы, все старались. Ставьте лайк, кто за продолжение наших экспериментов. Всего доброго и до новых встреч на канале Don't Tune. Субтитры сделал DimaTorzok